Hi, I'm Tanya, and here we have a short story by Dostoevsky, adapted version for beginners. Честный вор. Вор, который не врет. Он говорит правду. Сначала немного про Достоевского. Достоевский любит вставлять историю в историю. Он любит читать новости, особенно криминальные. Каждое произведение Достоевского – это немножко детектив. Расследование. Когда мы иногда сразу знаем, чем закончилось дело, и Достоевский предлагает нам вместе с ним раскрыть мотивы и чувства героев. Достоевский показывает человека. Весь рассказ идет о перемене того, что хочет, что не хочет человек и как он это чувствует. Достоевский придает особое значение ценности вещей для простого, небогатого человека. Что ж, начнем рассказ. Честный вор. Вор, который не врет. Он говорит правду. Однажды утром я собрался идти на работу. Приходит ко мне Агафрена. Стирает одежду и убирается в доме. И она начала разговаривать со мной. Это необычно. Обычно она молчаливая, простая женщина. Спрашивает меня, что приготовить на обед, и не говорит больше шести слов в день. Вот я, сударь, к вам обращаюсь, сказала она. Я советую вам начать сдавать в аренду маленькую комнату. Такие комнаты часто раньше называли коморка. Какую комнату? Рядом с кухней. Вы знаете. Зачем? А за тем, что люди так делают, известно зачем. А кто ее арендует? Кто ее наймет? Кто наймет? Ее арендует тот, кто будет там жить. Известно кто. Да там, мать моя, нельзя поставить даже кровать. Тесно. Нет места. Кому ж там жить? Зачем там жить? Там надо только спать. А он на окне будет жить. На каком окне? Известно на каком, вы знаете. На том, что в передней комнате. Первая комната в квартире. Он там будет сидеть, шить или что-нибудь делать. У него есть все. Стул. Все есть. Кто? Кто он? Да хороший человек. Я ему буду еду готовить. И за квартиру, за стол буду всегда 3 рубля в месяц брать. Я долго говорю с агафреной. И узнаю, что какой-то старый человек просит аграфену пустить его в комнату. Он хочет жить почти бесплатно. Не хочет платить много денег. Аграфена так точно решает сделать. И я знаю, что если она хочет так сделать, значит она не даст мне спокойного времени, пока не будет так, как она хочет. Ух, женщина. Если у этого человека какой-нибудь паспорт или документ, она говорит, как же есть. Хороший человек 3 рубля обещался давать. На другой же день в моей скромной холостой квартире, у меня нет жены, поэтому я холостой, появляется новый жилец. Аграфена не врет. Жилец мой был из бывалых людей. По паспорту оказалось, что он бывший солдат, о чем я узнал сразу, с первого взгляда, по лицу. Это легко узнать. Астафий Иванович, мой жилец, был из хороших между своими. И вот мы все вместе, живем хорошо. Но всего лучше, что Астафий Иванович умеет рассказывать истории, случаи собственной жизни. По обычной скуке моего житя-бытия, такой рассказчик был просто клад, просто золото. Однажды я был в квартире один. И Астафий, и Аграфена уходят по делам. Вдруг я слышу из второй комнаты, что кто-то входит, и кажется мне чужой человек. Я выхожу. Правда, в передней стоит чужой человек, невысокий такой, в одной куртке, в сюртуке, несмотря на холодное осеннее время. Тебе чего? Чиновника Александрова, он здесь живет. Такого нет, братец, прощай. Как же, дворник сказал, что здесь, говорит посетитель, и уходит к дверям. Убирайся, убирайся, братец, иди. Но другой день, после обеда, когда Астафий Иванович примерял мне сюртук, который был у него в ремонте. Опять кто-то вошел в переднюю. Я открываю дверь. Вчерашний человек, который был вчера, господин на моих же глазах приспокойно снимает с вешалки мою бекиш и убегает из квартиры. Аграфена смотрит на него с открытым ртом от удивления. И больше ничего не делает для защиты этой одежды. Астафий Иванович пускается вслед за мошенником и через 10 минут возвращается, но с пустыми руками. Сгинул, да пропал человек. Ну, неудача, Астафий Иванович. Хорошо еще, что шинель нам осталась. А то бы совсем посадил на мель мошенник. Но Астафия Ивановича все это так поражает, что я даже забываю о краже, когда смотрю на него. Он очень волнуется, не может нормально работать, и я его ругаю. Потом возвращаюсь и ругаю графену. Потом опять сажусь за работу. Долго еще бормочу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу про себя. Что вот как это все получается. Как он тут стоит, а я там. И как вот в глазах, в двух шагах сняли бекиш, ай, и так далее. Одурачили. Сделали из нас дураков. Нас с тобой. Астафий Иванович. Говорю я ему вечером. Даю ему стакан чая. Я хочу вызвать рассказ о пропавшей бекиш. Рассказ, который от частого повторения, от глубокой искренности стал комическим. Одурачили, сударь. Меня зло пробирает, хоть и не моя одежда пропала. И, по-моему, нет гадины хуже вора на свете. Гадость. Тьфу. Говорить не хочется. Зло берет. Как это вам, сударь, своего добра не жалко? Да ну правда, Остафий Иванович. Уж лучше пусть вещь горит, а вору отдавать не хочется. Да уж чего тут хочется. Конечно, вор вору розь. А был, сударь, со мной один случай, что попадаю я и на честного вора. Как на честного? Да какой же вор честный, Остафий Иванович? Оно, сударь, правда. Какой же вор честный? И не бывает такого. Я только хотела сказать, что честный, кажется, был человек, а крадет. Просто жалко его. А как это, Остафий Иванович? Да было, сударь, назад года два. Я без работы, живу на одном месте, ничего не делаю. И вдруг я начинаю дружить со всем пропащим человеком. Так в харчевне подружились, в баре. Он служил в прошлом где-то в армии. Да его за пьяную жизнь уже давно из службы выгоняют. Такой недостойный. Ходил он уж бог знает в чем. Одевался плохо. Иногда думаешь, есть ли на нем одежда под шинелью. Характером смирный, не дерется. Ласковый, добрый и не просит денег. Хочется самому ему наливать алкоголь. Эх, мы подружились. И какой это человек, как собака. Ты туда, и он за тобой везде ходит. Сначала пускаю его переночевать. Его паспорт в порядке, человек, ничего. Потом на другой день тоже пускаю его ночевать. А там и на третий присол, и на четвертый. Ну думаю, зачем он мне? Кормлю его, даю ему еду. Еще ночевать пускаю. Вот бедному человеку, да еще нахлебник. Человек, нахлебник, это человек, которого надо кормить. Давать еду и давать квартиру. Его зовут Емелей. Емельяном Ильичом. Думаю, думаю, что делать? Прогнать его? Совестно, жалко. Такой жалкий, пропащий человек. И бессловесный такой. Не просит, сидит в себе. Только как собачонка в глаза тебе смотрит. Так вот, как пьянство. Человека портит. Делает плохим. Думаю про себя. Молчу. Не говорю. Думаю. Скажу я ему. Иди ты, Емельянушка, вон из дома. Нечего тебе делать у меня. У меня денег нет тебя кормить. Думаю, сижу. Что он будет делать? И представляю, как он на меня смотрит. Забирает свой старый мешок с вещами. Сумку, то есть. И со слезами на лице уходит. Жалко стало. И думаю, я скоро уеду. Александр Филимонович. Барин меня любит и хочет взять к себе на службу. А я у них был дворецкий. Мы их провожаем. Я беру свои вещи, деньги. Думаю, спрячусь. Сниму угол у бабушки. А у ней всего-то один угол свободный был. Ну, думаю, прощай. А теперь, Емельянушка, родной человек, не найдешь меня. Что ж, сударь, думаете? Вернулся я вечером. К знакомому человеку повидаться ходил. И вижу. Емелю. Сидит себе у меня на сундуке. И клетчатый узелок рядом с ним. Он сидит в шинелишке. Меня ждет. Нашел такие. И руки у меня опустились. Думаю, нечего делать. Почему сначала я не выгнал? Да прямо и спрашиваю. Принес ли паспорт, Емеля? И тут сударь сел да начал думать. Что ж он будет мне мешать? И вышло, что не будет. Ну, с хлеба кусочек утром дам. Дам хлеба с луком. В полдень ему тоже хлебца до лучку. А вечером кваса. И навернуться щикать или нет. Так мы уж оба по горлу сыты. Я-то есть много не ем. А пьющий человек, известно, ничего не ест. Ему бы только настойки. И молодого вина. И тут я подумал, решил, что спасу его от питейного дела. Постой же ты, думаю. Ну, хорошо, Емеля, а оставайся. Ты только держись теперь у меня. Слушай команду. Слушай, что я тебе говорю. Вот и думаю себе. Я его буду учить. Но не сразу. Пусть сначала привыкнет жить. А я посмотрю, что он умеет. Потому что для дела наперед всего человеческая способность. Талант нужен. Я начинаю за ним следить. Вижу. Все плохо. Говорю ему об этом. Сидит, слушает. Меня повесил голову. Мой Емельянушка. Чего, сударь? Уж до того дошел, что язык пропал. Говорит, нормально не может. Начнешь ему про огурцы, а он тебе про арбузы в ответ. Слушает меня. Долго слушает. А потом он вздыхает. Что ж ты вздыхаешь? Спрашивали. Емельян Ильич. Да так, ничего. Оставь Иванович. Не беспокойтесь. А вот сегодня две женщины, Оставь Иванович, дрались на улице. Одного другого лукошку с клюквой уронила. Ну так что ж. А другая за это нарочно ее лукошка с клюквой еще и ногой давить начала. Ну так что же, Емельян Ильич. Да ничего, Оставь Иванович. Я просто так. А иногда идешь, а барин деньги уронил на улице. А мужик видит, говорит, мое. А другой видит, говорит, мое. Я первый. И начинают драться мужики. А городовой подходит. Городовой это полицейский. Так вот он подходит, поднимает деньги, отдает барину. А мужикам говорит, что ух, я вас посажу в тюрьму. А что же в этом плохого, Емельянушка? Народ смеялся. Оставь Иванович. Эх, Емельянушка, что народ? Продал ты свою душинку. А знаешь ли что? Я скажу тебе. Чего? Возьми-ка ты работу какую-нибудь. Что же мне взять? Я ничего не умею. Много раз я предлагаю ему разную работу. Все ему не подходит. Очень хитрый он парень. Слушает. Ему надоедает. Он убегает из дома. Весь день пропадает. Приходит вечером пьяный. Кто ему деньги дает? Откуда он деньги берет? Господь знает, а я нет. Хватит пить, говорю ему. А Емельян на другой день уже убегает и опять пьяный. И вот убежал он как-то, ночь уже, а он не идет. Утром выхожу я в сене, а он в сенях спит, а там холодно. Что с тобой, Емельян, где ты был? Вы сердились вчера? Я вот и убежал. Пришел, побоялся внутрь захотеть. Теперь тут лежу. И злость берет меня, и отчаяние. Ты, Емельян, чем-нибудь займись. Найди работу. Какую работу? Учись шить, я тебя научу. У тебя не одежда, а одни дыры. Что ж, сударь, взял он иглу, начал шить. И ничего у него не получается. Смотрит на меня, как собака. Ну, Емеля, бог с тобой. А я уже и смеюсь. Сиди, говорю, не работай, но на лестнице не спи. Что мне делать? Я ведь и сам знаю, что я пьяный. И вас мне жалко. Да тут как затрясутся у него вдруг его синие губы. Как покатилась слеза по белой щеке. Как задрожала эта слеза на его бороде. Начинает он плакать. Батюшки. Словно ножом мне по сердцу. И жалко мне его. И надоел. Хуже горькой редьки. Ну, сударь, что тут рассказывать. Были у меня хорошие ритузы. Приехал ко мне помещик, Который их заказал и не хочет покупать. Думаю, дорогая вещь. На рынке много дают за них денег. Ладно, как-нибудь справлюсь. Продам. А я Емелянушка сидит и грустит. Смотрю, день не пьет, другой не пьет. И не пьет, и не пьет. И вдруг идет праздник большой. Прихожу, а мой Емеля на окошке, говорит, пьяненький. Качается. Думаю, вот так ты, парень, да? Да и пошел зачем-то в сундук. Смотрю, а ритуз-то и нету. Я туда и сюда. Пропали. Ну, как смотрю, я все вижу, что нет. Так меня по сердцу как будто ударяет. Я спрашиваю, не брал ли ты Емеля? Говорю, ритуз моих новых. Нет, говорит Астафь Иванович. Я их не брал. Что? Опять искать начинаю. Ищу? Нет. Емеля сидит, покачивается. Вижу. Так вот, думаю. И тут у меня сердце так зажгло в груди. И щеки в краску бросила. Вдруг Емеля смотрит на меня тоже. Где ритузы? Я не брал. Куда они могут пропасть? Не знаю. Это не ты. Может, без меня? Астафь Иванович. Я слушаю его. Встаю, подхожу к окну и дальше работаю. А у самого сердце горит. Емеля понял, что я очень злой. А но сударь, если человек знает, то он чувствует. Скоро все будет плохо. А вот Астафь Иванович, начал Емелюшка. А у самого дрожит голос. Сегодня фельдшер женился. А я гляжу на него. Злой, злой. Понимает Емеля. Вижу, он встает, подходит к кровати и начинает что-то искать. Возится, а потом говорит. Нет, как нет. Куда бы им пропасть? Жду, что будет. Вижу, лезет Емеля под кровать на корточках. Я не могу. Чего вы, говорю, Емельян Иванович, на корточках ползаете? Да вот нет ли ритус? Я смотрю, может быть, тут они? Зачем оно вам? Да как же, Астафь Иванович, может, как-нибудь найдутся? Надо поискать. Говорю. Послушай-ка, Емельян. Что, Астафь Иванович? Да не Телли, говорю, их просто украл. Нет, Астафь Иванович. А сам, как был, так и сидит под кроватью. Долго сидит, потом выползает. Смотрю, бледный совсем человек, словно простыня. Привстает, садится на окно. Сидит 10 минут. Нет, говорит. И вдруг подходит ко мне, страшный. Нет, ваших ритус не беру. И дрожит. Ну, говорю, Емельян Ильич, как хотите. Простите, простите. Ладно, будем жить дальше. Слушает меня Емеля, стоит передо мной. Смотрю, сел. Так и сидит весь вечер, не двигается. Я уснул, а Емельян сидит. Утром лежит на голом полу. На кровать не ложится. Мне это не нравится. Не люблю я его теперь. Как будто у меня родной сын крадет. Думаю, Емеля, Емеля. А Емеля две недели не спит, пьет. Спился. С утра уходит, приходит ночью. И две недели молчит. Наконец у него горе. Потом кончаются деньги. Он все пропивает и садится опять на окно. Помню, сидит. Молчит трое суток. Вдруг смотрю, плачет. Так и есть, сидит и плачет. Да как? Словно целую реку наплакал. А тяжело видеть, когда взрослый мужчина так плачет. Ты что, Емеля? А его трясет. Он дрожит. Я с ним долго не разговариваю. Ничего, оставь, Иванович. Господь с тобой, Емеля. Что случилось? Я хочу работу, он говорит. Какую работу тебе? Какую-нибудь. И я хочу вернуть вам наши деньги. Хватит, Емеля. Давай уже жить по-старому. Нет. Но рейтуза это не я. Да как хочешь уже, Господь с тобой, Емеля. Нет. Афанасий Иванович, вы меня извините. Я тебя не прогоняю. Живи, живи. Нет, говорит он. Я лучше пойду. Это он на меня так обижается. Куда ты пойдешь? Прощайте, оставь, Иванович. И уж не держите меня. А опять сам плачет. Я уж пойду. Вы уже не такой, как раньше. Да какой же не такой? Ой, да ты ребенок. Я вижу, вы сундук теперь закрываете и на меня смотрите. И ушел человек. День жду. Думаю, вернется. Но нет. Другой день. Нет. Третий. Нет. Испугался я. Грустно. Не пью, не ем, не сплю. Иду на четвертый день ходить. Спрашиваю. В каждом кабаке. В каждом баре. Его нет. Не жив, не жив, не мертв я прихожу домой. Грущу. Лук с хлебом. Гребенель только сегодня. Грущу. В каждом баре. В каждом баре. Грущу. В каждом баре. Грущу. Грущу. я не дал думаю балуется медик а между тем наступил пятый день лежит ему все хуже хуже старушонка моя печку топит и все молчим у меня сударь сердце по нему болит знаю что он смотрит на меня еще с утра вижу что-то хочет сказать видно не может наконец смотрю в глазах у него тоска смотрит а как я ему в ответ смотрю убирает глаза оставь иванович что емелюшка сколько стоит моя шинель да немного емельян ильич правда не стоит она ничего но я не мог сказать ему правду не хотел его расстроить я думаю что три рубля она же хорошая как же немного если хорошая не знаю емельян если хочешь продать попробуй спросить три рубля молчит немного емель а потом говорит оставь иванович что вы продайте мою шинель как я умру а меня в ней не хороните я и так полежу она дорогая вам пригодится так уж у меня сердце прямо щелкнуло вижу предсмертная тоска к нему приходит сидим молчим проходит час я на него смотрю не хотите ли говорю воды емельян дайте дайте мне воды подаю ему воду он пьет спасибо говорит хочешь еще что-то нет я что такого чего такого и мелюшка риту за ты это я их взял у вас тогда оставь иванович да господь говорю тебя простит емельян и иди уже с миром а у самого слезы дух захватывает грусть печаль оставь иванович смотрю хочет имели мне что-то сказать приподнимается губами шевелит и вдруг упал на мгновение голову назад закинул выдохнул да и богу душу оту пишите в комментариях какую книгу будем читать следующий раз чтобы я заранее могла проверить авторские права и адаптировать текст для начального уровня чау-чау